Здравствуйте! Вы смотрите Дукаскопия ТВ. Я, Бен Джоунс, представляю вам вторую часть нашей программы о пластике в океане. Гость моей студии – Карл Густав Лунден. Карл, спасибо, что снова пришли к нам в студию. И вам спасибо. Итак, Карл, давайте начнем наше обсуждение с количества пластика, которое сейчас содержится в океане. Примерно о каких объемах мы можем говорить, насколько это важная проблема и какие меры уже предпринимались для ее решения. Еще со времен изобретения пластика люди достаточно небрежно относятся к его утилизации. Все, что мы выбрасываем на землю, рано или поздно различными путями попадает в океан. Дождь может смыть мусор в ручей, который впадает в реку, которая, в свою очередь, впадает в море. Еще в самом начале использования пластика значительные объемы этого материала оказались в итоге в океане. Но даже сегодня очень большая часть всех вещей, которые мы используем, не перерабатывается. Сейчас мы находимся в Швейцарии, а у этой страны очень хороший показатель перерабатываемости мусора. Примерно 90-95%. Но важно также понимать, что мы используем очень большое количество продуктов, и для некоторых просто не существует адекватного способа переработки. Очень хороший и простой пример – это одежда. Большинство предметов одежды так или иначе содержат в себе пластик. И таким образом даже микроскопические частицы пластика могут попасть в океан. Это же касается и косметики. Если вы пользуетесь, например, скрабом, то должны знать, что он содержит пластик. И в итоге этот пластик попадает в океан. Потому если на первый взгляд вы, как потребитель, ведете себя правильно, вы все равно таким образом загрязняете океан. И это одна из главных проблем. Пока нет четкого понимания, как нужно перерабатывать абсолютно все вещи, которыми мы пользуемся. Вторая важная проблема, на мой взгляд, это то, где в итоге окажется пластик. Согласно последним подсчетам, примерно 15% всего пластика в итоге оказывается на поверхности океана. И думаю, об этом все слышали. Это так называемые большие мусорные пятна. На данный момент зафиксировано уже пять таких пятен. Далее довольно большое количество мусора скапливается на определенной глубине. Средняя глубина океана – 4000 метров. И как найти пластик на такой глубине? Очень сложно будет от него избавиться. И, конечно, большая часть, примерно 70% пластика, оказывается на дне океана. С технической точки зрения практически невозможно придумать механизм, который позволит поднять весь этот мусор с такой глубины на поверхность. Это главные проблемы, с которыми мы сталкиваемся на данный момент. Очевидно, что такие объемы пластика окажут негативное влияние на окружающую среду. Расскажите подробнее, как это влияет на флор и фауну, и какие существуют возможные способы решения этой проблемы. Думаю, что многие слышали о проблеме макропластика. Например, черепашки могут глотать пластиковые пакеты. Думаю, что такие примеры всегда вызывают резонанс, и люди их отлично понимают. Но что касается микропластика, я думаю, что многие из нас даже толком не понимают, что это значит. Но де-факто сейчас многие животные поглощают этот пластик, и в большинстве случаев они не могут от него избавиться на протяжении всей жизни. Потому этот микропластик накапливается у них в желудке, и в итоге это приводит к смерти животных. Кроме того, известны случаи, когда этот пластик выделял ядовитые вещества в организм животного. Примерно в 4% всех пластиковых изделий содержатся различные химикаты. Это могут быть смягчители, красители или другие вещества, которые используются для того, чтобы улучшить качество пластика. Тем не менее, многие из этих веществ токсичны как для человека, так и для животных. И думаю, это как раз и является поводом для беспокойства. Потому что, по сути, это бомба с часовым механизмом, которая может взорваться в любой момент. Кто должен заниматься этим вопросом? На ком лежит вся ответственность? Что может сделать каждый человек для того, чтобы решить эту проблему? Именно в этом и заключается сложность. На самом деле, это многосторонняя проблема. Один из аспектов этой проблемы в том, что как потребители мы всегда стараемся поступать правильно. Так делают не все, но многие. Но проблема в том, что иногда сложно найти экологичные продукты на рынке. Если вы хотите купить скраб для лица, то большинство скрабов содержит пластик. Поэтому потребителям иногда бывает сложно сделать выбор. Решение этой проблемы кроется в производстве альтернативных товаров. Нам нужны другие типы материалов. Может быть, для этих целей можно использовать скорлупу кокосовых орехов или органический пластик, который подлежит распаду. Так что, на самом деле, органические заменители есть. И не могу сказать, что они стоят намного дороже. Но на данный момент промышленность нуждается в том, чтобы появился повышенный спрос на такие товары. Тогда они смогут изменить процесс производства. Конечно, все ожидают, что правительство будет заниматься этим вопросом и как-то регулировать ситуацию на рынке. Существуют примеры, когда подобное регулирование даже было успешным. В странах, где среди населения нет экологической сознательности, законодательные меры могут быть довольно успешными. Например, в городе Хругада в Египте, который является мировым центром дайвинга, запрещены пластиковые пакеты. Для многих это покажется диким. Но в данном случае это, вероятно, самый лучший способ решить эту проблему в кратчайшие сроки. Ведь дайверы не хотят видеть пластиковые пакеты в океане, а туристы не хотят их видеть в пустыне. Это один из вариантов решения этой проблемы. Кроме того, стоит обратить внимание на компании. На мой взгляд, эта сфера просто переполнена бизнес-возможностями. В этой сфере есть также место инновациям. Что действительно нужно сделать, так это работать с теми отраслями промышленности, которые используют традиционный пластик. Необходимо дать им понять, что существуют альтернативы, не уступающие по качеству и цене. И рано или поздно рынок начнет этого требовать. Как вы считаете, существуют ли решения проблемы того пластика, который уже сейчас содержится в океане? Думаю, что в местах наибольшего скопления пластика можно каким-то образом его собрать. Возможно, именно для этого необходимо будет разработать еще больше инноваций. Существует такое понятие, как пассивный сбор мусора. Фильтруя поток воды, вы можете извлечь из воды значительную часть пластика. В принципе, можно изобрести систему, которая позволит собрать мусор, который плавает на поверхности океана. Но при этом будет крайне тяжело собрать пластик, который распределен в объеме воды. Пока что я не вижу реальных решений этой проблемы. Но, возможно, мы сможем собрать пластик, который плавает на поверхности. Но, опять же, я считаю, что это будет реализовано еще не скоро. Пока что я не слишком оптимистично настроен по отношению к этому вопросу. Что более реально, на мой взгляд, так это создание механизмов работы с компаниями в промышленной сфере, а также развитие идеи биовосстановления. Существуют удачные эксперименты по использованию грибков, которые позволяют начать процесс биологического разложения. Также эти грибы частично его поглощают. Но проблема в том, что этим грибкам нужны очень особые условия окружающей среды. Кроме того, есть и другие ограничивающие факторы. Для их функционирования может быть недостаточно железа или других элементов. А без этих элементов они не смогут переварить пластик. Очень маловероятно, что удастся с помощью этих грибков переработать пластик на дне океана из-за специфических условий окружающей среды. Но положительный момент в том, что сейчас уже есть способы биовосстановления окружающей среды. И, вероятно, со временем они будут развиваться и совершенствоваться. Возможно, это станет выходом из ситуации в будущем. Это, конечно, очень хорошее решение, но мы не должны себя обманывать. Вероятно, это второе лучшее решение, после того, как мы испробуем все остальное. Карл, было приятно пообщаться с вами. Спасибо за приглашение. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы приготовили для вас еще множество интересных программ и интервью. Всего доброго.